Вторая серия маршрута Москва-Краснодар. Впереди мост через реку Оку. Мост через реку Оку. Что-то не слышно спутника 81-го, где он потерялся. Или опять поехал во Владик из Ростова. Отзовись, дружище. Так, с левой стороны по ходу движения Кашира. В Википедии о Кашире написано. Кашира впервые упоминается в 1356 году. В духовной грамоте сына Ивана Калиты, московского князя Ивана II Красного. И упоминается как село, завещанное им своему сыну Дмитрию. В 1498 году западнее Кашира был основан Троицкий делописотский монастырь. Так, с 17-18 века Кашира отстроена на правом берегу Оки, где в 1629 году возведен земляной вал с деревянной крепостью. Отстроена вновь. А что там было? В 1517 году на город был совершен первый набег крымских татар, после чего до конца столетия Кашира пережила более 20 набегов. В 1531 году в Кашире построена крепость, земляной вал с деревянными укреплениями. Наиболее разрушительный набег крымских татар произошел в 1571 году. После набегов эпидемии чему и военных действий 1607-1611 года Кашира запустела. В 1609 году город признал власть Лжедмитрия II. В 1818 году разорен казаками Гетмана Сагайдачного, бывшими на польской службе. Ныне на месте старого города село Городище и Старая Кашира. В 19 веке, в первой половине 19 века Кашира является важным торговым центром. В начале 20 века в окрестностях Каширы происходили волнения крестьян, недовольных насильственными изъятиями хлеба. В 19-22 годах, в пяти километрах от города, построена Каширская Гресс. В мае 1923 года, ну и месяц 1900, Кашира передана Московской губернию, а в 1929 году стала районным центром Московской области. В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1941 года, после обхода немецкими войсками Тулы, Кашира оказалась в зоне военных действий. В результате прорыва немцев 24 ноября, к концу следующего дня, передовые части 2-й танковой армии и группы армии «Центр» появились в трех километрах от города, около совхоза Зендикова. Город подвергался налетам немецкой авиации, однако закрепиться им не удалось. И 27-го и 29-го ноября, под контрударами 1-го кавалерийского корпуса генерала Белова и 173-й стрелковой дивизии, немцы вынуждены были отступить к поселку Мордвес. В начале декабря 1941 года, в результате тульско-наступательной операции, немецкие войска были отброшены от Кашира. Вторая половина XX века. В 1963 году в состав Кашира вошел город Новокаширск. В результате развития города в 1950-м и 70-х годах выделились четыре обособленных района. Старая Кашира, Кашира-1, станция Кашира и Кашира-2. Микрорайон, он же Дедов-Бугор, Кашира-3. Современность. Современность. 30 апреля 2015 года постановлением Московской областной думы городу присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». 7 декабря 2015 года, 2015 года Кашира, до этого момента город районного подчинения отнесен к городам областного подчинения. Перед этим город ожерелье был включен в состав Каширы. Каширский район, как муниципальное образование, стал образовывать городской округ Каширы, создан 11 декабря 2015 года. Население Кашира в 2018 году составило 48 656 человек. Архитектурные памятники, присутственные места, конец XVIII века, церковь и ведение во храм Пресвятой Богородицы, 1802-1817 годы, церковь Николая Ратного, Троицкая, 1815 годы, церковь Никиты в Александровском Никитском монастыре, 1823-1855 годы, церковь Вознесения, 26-42 годы, 1800 соответственно, собор Успения Пресвятой Богородицы, 1825-1842, Преображенский собор Александра Никитского монастыря, Городское училище начала 1910 года, кинотеатр, ну и так далее. Более подробно ознакомьтесь на сайте Википедия, очень много интересной информации. Ограничение 90. Так, прямо по ходу деревня Балабаново. В Википедии они сказаны, что деревня в Пушкинском районе Московской области России входит в состав городского поселения Сафрина, расположена на севере Московской области, в северо-западной части Пушкинского района, примерно в 19 километрах к северу от центра города Пушкина и в 31 километре от Московской кольцевой автодороги. Население составляет... что-то непонятно... что-то не понял я с этим населением. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. В общем, вот есть такая деревня, можете ее прочитать. Написано, что население 6 человек в 2010 году. Не знаю, 6 человек, что ли, проживает в деревне. Вообще кошмар, конечно. Движение по трассе М4 в сторону Краснодара. Постоянно путаю Краснодар, Красноярск в сторону Краснодара. Платные участки, они постоянно раздражают, честно говоря. Могли бы, наверное, что-нибудь другое придумать, как взимать плату, а не останавливаться через каждые там 10, 15, 20 километров. Ладно, ворчать больше не буду пока. Сейчас вы смотрите битый файл, часть которого удалось восстановить. Концовка будет, вставка какая-то. Оно восстанавливал при помощи видео-плеера DataCam. Он восстановил битые файлы, но фрагмент там будет совсем из другого. Из другого участка. Вот такая вот особенность. Я не стал удалять вот эту вставочку, которая появилась. В общем, как смог, так объяснил. Если что непонятно, спрашивайте. Кстати, можете писать комментарии, буду отвечать по ходу обработки и размещения видео. Слева по ходу Мордвес. Сейчас посмотрим, что об этом говорят в акипедии. Мордвес. Поселок сельского типа в Беньевском районе Тульской области. Центр Мордовского сельского поселения. Население 1497 человек, 2010 год. Главком пришел. Привет. Привет. Холодой. Да. Так, ладно. Останавливаю комментарии. Пришел главком. Чуть позже продолжу. Про Мордвес. Так, сейчас закончу про Мордвес. Поселок основан в 1899 году в связи со строительством железной дороги Кашира-Венев. Ранее на этом месте располагалось большое село Троицкое. Возникшее вокруг построено в 1771 году в Троицкой церкви. Чуть выше по реке значилось село Мордвеса. Позднее переименовали в Уороку. В 20-х годах в связи с прокладкой второй линии железной дороги поселок стал интенсивно развиваться. С 1935 по 1963 годы поселок является центром Мордвесского района. Во время Великой Отечественной войны поселок был оккупирован немцами с 26 ноября по 7 декабря 1941 года. С 2005 года поселок является центром Мордвесского сельского поселения, объединяющего 66 населенных пунктов. Более подробно прочитаете в Википедии. Я же сейчас про что прочитаю комментарии которые поступили к этому моменту и постараюсь на их ответить. Так, Александр седьмой. Продукты можно было бы и в ленте на М4 затариться сразу за МКАДом. Но я написал, что там еще брали зимнюю резину. Александр седьмой. Реконструкция бесединской развязки идет полным ходом. Идет полным ходом. Я смотрю. Скорее бы взялись за Липецкий ковер. Дожить бы вряд ли до того момента, когда можно будет пролететь по МКАДу. Да, скорее бы взялись. Ну, надеюсь, Собянин доведет до ума насколько это будет возможно. Так, Николай Брежнев. Буду ждать остальные серии. Так, 1 числа я уезжал с Крыма в Краснодаре, останавливался с ночёкой. 2 октября продолжил путь. Возможно, мы с вами и пересекались. Возможно, Николай, вполне возможно. Нужно более внимательно смотреть встречные автомобили, да и попутные. Также, возможно, попался и путник 81-й. Он тоже совершал пробег из Владивостока в Ростов. Возможно, где-то вот в это время могли и встретиться. Так, Александр VII по поводу аварии в Тверской области написал своё мнение на страничке ВКонтакте. Я прочитал, засчитывать, наверное, некорректно будет. Что я могу сказать? Я абсолютно с вами согласен. Плюс ко всему хочу добавить, что посмотрите, кто сидит за рулём междугородных автобусов и вот этих микроавтобусов. В основном это гастарбайтеры, которые приехали на заработки. Им по барабану безопасность. У них перед носом маячат рубли и они на первое место ставят получение прибыли. очень серьёзное требование, на мой взгляд, нужно предъявлять владельцам этих компаний, которые берут на работу молодёжь какую-то неопыта, ни черта, не имеющих за плечами, а им доверяют жизнь свою десятки людей. Это вообще или же вообще убирать частные компании, или же их так профильтровать и постоянно контролировать. Одно дело там торгуют на рынках и ещё где-то это отдельно этот вопрос. Но допускать их, что они вытворяют на такси в Москве, сколько уже было аварий по вине молодёжи, которая приезжает из СНГ и начинает таксовать в городе и людей сбивают и врезаются в столбы. Работают они, я не знаю, не по 8 часов, наверное, по 28 часов в сутки. Это просто ужасно. В общем, с транспортом, с этими гастарбайтерами, нужно государству, конечно, очень серьёзно посмотреть своё отношение и запретить, потому что многие из них приезжают с купленными правами, ни черта не знают, ни правил дорожного движения, не обстановки на дорогах, но не всем дано управлять автомобилем. У меня есть пример в жизни, как-нибудь расскажу о том, как для того, чтобы управлять автомобилем, нужно иметь призвание, нужно как в космос отбирают людей, как отбирают лётно-подъёмный состав, ну, по крайней мере, так было при Советском Союзе. Такой же отбор нужно проводить и среди водителей, которых допускают перевозки людей, пассажиров. Я многократно говорил в своих комментариях к видео, что вытворяют на межгороде междугородные автобусы, маршрутные такси и прочее, прочее, прочее. А зачем вы все банки запрашиваете? Так, продолжу позже. Так, погодя, вернусь к этой теме, отвечать Александру Седьмому по вопросу транспортных перевозок. Сейчас по ходу движения с левой стороны будет город Венёв. С левой стороны по ходу. Вот, что о нём написано в Википедии. Венёв, небольшой старинный русский город, административный центр Венёвского района Туйской области России. Образует одноимённое муниципальное образование город Венёв со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Один из 115 исторических городов России на территории города расположено около десятка религиозных сооружений, среди которых храм, храмовый комплекс, церкви, богоявления, Господня церковь, воскресения Христова и другие. Как отмечает, отмечал писатель Малицкий, это историческая черта Венёва. Своё название город получил по географическому признаку от реки Венёвки. Прежнее название Венёва. Слово происходит от древнерусского «вить» с образованием слов «венок», «веник», что означает «изверистость», характерные особенности русской реки в этом районе. По мнению археолога и краевида Троицкого, создателя музея Туйской губернии, Палата древности, название Венёва может иметь финское происхождение, а заселение этих мест финно-угорскими народами. Россия по-фински Вения, что-то такое. Первые письменные упоминания о поселении Венёва относятся к 1390 годам. Изначально оно располагалось в предположительно 7 километрах от современного Венёва на реке Осётри в районе нынешней деревни Гурьева. В 1408 году в битве под Венёвом воинами Пронского княжества и ордынцами была разбита Московское Великокняжеское войско. В 1483 и 1494 годах Старая Венёва ещё упоминается в договорных грамотах Московского князя с Рязанским и Литовскими княжествами. В 1708 году после того, как Петр I поделил страну на 8 больших губерний город Венёв вошёл в состав Московской губернии. В 1719 году после второй административно-территориальной реформы Петра I Венёв стал центром дистрикта. Не знаю, что это такое. В новейшее время 1 декабря 17-го года решением Венёвского совета рабочих и солдатских депутатов единогласно было принято решение о признании советской власти. В 1924 году Венёв стал районным центром Венёвского района Тульской области. С 1929 по 1937 год входил в Московскую область. С 1937 года входит в Тульскую. Последние годы а послевоенные годы две недели город находился в оккупации. Сразу после освобождения в город возвратились ответственные партийные советские работники. Много что написано. Ознакомьтесь в Википедии. По состоянию на 2017 год в Венёве проживало 14 211 человек. В Венёве в 17-18 веках находился Богоявленский монастырь, который позже был упразднён. На месте монастыря находится храмовый комплекс церкви Богоявление и Казанское. Люди связаны с Венёвым. так, подожди, не мешай мне. В городе родились военный деятель, участник Советско-финской Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Абрамов, участник Гражданской Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант Воробьёв. А как, почему тут такой? Так. Другой мультик? Ну, подожди, не мешай мне. Сейчас я прочитаю, здесь не даёт ничего. Ну, и ещё ряд знаменитых великих людей. Более подробно, значит, прочитайте, пожалуйста, на Википедии про город Венёв. Относительно, значит, вот этого страшного ДТП, которое произошло в Тульской области, значит, повторю, что необходим очень строгий отбор водителей, очень строгий, и контроль за этим. Вот в данной аварии, в данном ДТП, на мой взгляд, 90% лежит на собственнике этой компании, которая перевозила людей в микроавтобусе. утром показывали собственника этой компании, но не буду называть принадлежность, что у этих людей, они видят вот в России только как источник зарабатывания денег. Им наплевать на законы, на правила и прочее. Вот по городу иной раз по Москве едешь, видишь объявление на заднем стекле такси, срочно требуются водители. Они возьмут любого с опытом, без опыта, в большинстве случаев без опыта. Не может профессионал быть моложе допустим 35-40 лет. Не может просто физически. и опыт у него должен вождение быть не менее 7-8 лет. Иначе близко их подпускать под пассажирским перевозком категорически запретить. Категорически. И это же не первая авария. Сейчас приду, включу, подойдем. Так, ну не дает ничего сделать. Прямо по ходу движения к теме этого ДТП наверное еще буду неоднократно возвращаться в этой серии. Значит, прямо по ходу движения с правой стороны находится населенный пункт Шварцевский. Википедия говорит, что это поселок поселок городского типа. Киреевском районе Тульской области. Административный центр сельского поселения. Муниципальное образование Шварцевское. Поселок расположен в 26 километрах на север от Киреевска на линии узловая Тула. 35 километров от Тула. История возникновения населенного пункта связывается с разработкой борового угля, которая велась здесь с середины XIX века. 1 июля 1934 года ЦЭК постановил образовать рабочий поселок Шварцевский Болуховского района, включив в его состав населенные пункты имени Шварца при шахте номер 12. В 1953 году запасы угля в районе были вырабатаны, шахты были закрыты. Дальнейшее развитие Шварцевского связано со строительством в 50-60-х годах Болуховского химкомбината по выпуску витаминов и синтетических полупродуктов. С 2006 года поселок образует муниципальное образование. С 2013 года сельский населенный пункт экономика. Основные предприятия поселка химкомбинат Синтвитта по производству витаминов и синтетических полупродуктов. У въезда в поселок находится большой недостроенный мозг, к которому так и не была подведена дорога. Мост никуда. Известные уроженцы Марина Маругина Алена Дмитриевна российская певица солистка группы Балаган Лимитед. Вот такая информация по этому населенному пункту. прямо по ходу движения с левой стороны крупный населенный пункт Новомосковск. По материалам Википедии Новомосковск до 1933 года носил название Бобрики с 1933 по 1961 год Сталиногорск. Численность населения на 2017 год составляла 125 647 человек. Город образован в 1930 году в связи с началом строительства крупнейшего в СССР химкомбината. Расположен он в средней части города среднерусской возвышенности. является крупным экономическим и промышленным центром Туйской области. Одним из ядер полицентрической Туйской Новомосковской акгломерации. Ребята таким в СССР пишут. Так, население с... Рельеф тоже интересно. Лесной фонд Новомосковского района составляет всего 5% от общей площади территории и представлен отдельными массивами, оставшимися от некогда мощного массива Крюковский лес, Урванский лес, где произрастают широколистенные породы деревьев, клён, липа, ясень, изредка дуб, а также осина, береза. Все лесные насаждения искусственные новомосковские экологическое состояние, а в новомосковские традиционно острая экологическая обстановка в связи с выбросами в атмосферу вредных веществ предприятиями химической промышленности. В 1986 году территория города и района, как и ряд других территорий Тульской области подверглась подверглась территория серьезному радиоактивному заражению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Город относится к территориям с льготным социально-экономическим статусом, к льготным социально-экономическим статусом. Значит, история города. Новомосковск возник как имение дворянской фамилии незаконнорожденных потомков графа Орлова и императрицы Екатерины II Бобринских Бобрики. В 1765 году село Бобрики ну, я вот уже говорил, был так. Город образован в 30-м году. Это тоже уже говорил. С 27 декабря 1933 года город назывался Сталиногорском в честь Иосифа Сталина. В 30-е и 35-е годы численность поселения в Сталиногорске и окрестностях увеличилась в 10 раз. Люди съезжались со всей страны на строительство города. Много информации найдете в Википедии. День города отмечается в последнюю субботу мая за день до Дня Химика. Традиционно празднование включает спортивное мероприятие праздничное парадшествия креативов города и вечерний концерт на стадионе Химик с заканчивающейся фейерверком. Ну вот то, что я прочитал, это, наверное, будет достаточно. Много магазинов, рынков. Более подробно можете прочесть Википедия. С левой стороны по ходу движения город Богородецк. Читаю Википедии. Город расположен на правом берегу реки Уперты. Приток Упы в 65 километрах от Тулы и в 240 километрах от Москвы. Железнодорожная станция Жданка. Население 31 263 человека по данным 2017 года. Богородецк история. Богородецк относится к старинным русским городам, чья первоначальная история связана с защитой от врагов южных границ средневеково московского государства. Неподалеку от того места, где впоследствии появился Богородецк, в 1380 году произошла знаменитая Куликовская битва. В начале XVI века с целью укрепления южной и юго-восточной границ государства устроен оборонительный рубеж. Засеченная черта, многие стражевые заставы в ее пределах постепенно становились городами. Среди них и Богородецк. В 1663 году на месте стражевого пункта возникла древняя крепость, которой было дано поныне существующее название. Вокруг крепости выросли слободы земледельцев, ремесленников, стрельцов. Изначально Богородецк в источниках XVII века Богородецкий считался городским поселением, то есть военно-административным и экономическим центром округи. В 1670-71 годах из части земель был образован новый Богородецкий уезд. В 1763 году Богородецк был превращен в село. В 1765 году вместе с землей села Бублики составил собственную волость Екатерина Второй. Первые промышленные предприятия, ориентированные на переработку сельхозпродукции, появились в Богородецке в начале XIX века. Старейший из них свеклосахарный завод. Помимо свеклосахарных заводов работали мельницы, салотопленые, кожевенные, винокуренные предприятия. В окрасностях города добывались глина и песок. В начале 1870 ... Сейчас я тебе сделаю. Во время Великой Отечественной войны город был в оккупации с 15 ноября по 15 декабря 1941 года. За это время гитировцы казнили 32 человека и разрушили при отступлении 65% домов. Город освобожден силами 324-й стрелковой 41-й кавалерийской дивизии 10-й армии. Про население сказал. Ну, более подробно. Значит, Богородицк связан автобусным сообщением Москвы, Тулы, Узловой, Воронежем, Липецком, Новомосковском, а также со многими населенными пунктами Тульской области. По западной окраине города проходит трасса М4Дон. С 30 декабря 2009 года в эксплуатацию введен новый платный участок дороги, который отодвинул трассу от города более чем на 5 километров. Достопримечательности дворец музея Крафа Бобряных и парк 2007-2008 В 2007-2008 году город участвовал в конкурсе «Семь чудес России», где вошел в число полуфиналистов. В 2016-м году во дворе и парке режиссер Карен Шахназавров проводил съемку сериала «Анна Каренина». Много учебных заведений школ памятники в городе Ленину Пушкину Болотову Екатерине Второе День празднования города 29 августа «Инстейн» «С학рутных» Ну, пока все. Впереди по ходу движения с левой стороны вижу населенный пункт «Товарково» 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 от слова «Товар», наверное. В Википедии. Поселок Товарковский. В 1932-2013 году поселок городского типа в Богородицком районе Тольской области. Население 7651 человек. По переписи 2013 года. История. Название поселка происходит от названия села Товарково. Расположено в 4 километрах от поселка. Село основано в 17 веке выходцами из села Товарково Калужской области. После открытия в 1685 году храма во имя Преображения Господнего село получило также и церковное название Товарково Спасское. Населенный пункт первоначально был шахтерским поселением. Его называли 27-е. Со временем он оказался в окружении других шахт и его стали называть Центральный Рудник. В 1932 году населенный пункт при Товарковском Руднике преобразован в рабочий поселок Каганович по имени советского партийного деятеля. В 1936 году райцентр Товарковского района был перенесен в Богородицк. С 1944 по 1959 год поселок вновь является центром района. В 1957 году поселок Каганович переименован поселок городского типа Товарковский. 15 ноября 1941 года поселок был захвачен немецкими войсками. Освобождение поселка произошло 15 декабря 1941 года. С 2006 года поселок городского типа Товарковский входит в состав городского поселения. Промышленность. Угольная промышленность. В середине XIX века недалеко от села Малевка было обнаружено местное рождение каменного угля. Горный инженер Дорошин в 1855-1856 году обратил внимание на Малевскую штопыльню. И из разведки пришел к настоящей разработке. С Малевских шахт начался подмосковный угольный бассейн. В 1859 году начал власть разработка Товарковских угольных копий. Для работы привлекались люди со всех концов страны. Имеется сахарный завод. В 1905 году открылся Товарковский сахарный завод. Открыли братья Бобринские. В 1859 году запущена вторая очередь сахарного завода. В 1972 году построен дом культуры Сахарник. В 2008 году завод остановил производство в связи с изношенностью оборудования. После реконструкции запуск завода произошел в 2011 году. Другие предприятия. Товарковский молочный комбинат сдан в 1960 году. Домостроительный комбинат недостроен. Он же недостроенный автобусный завод. Он же недостроенный завод складского оборудования. Он же недостроенный литейный цех ТЗВА. В 1875 году Министерство народного просвещения открыло школу в селе Товарково. Спортное высшее достижение в футболе. В 1947 году Товарковский шахтер стал обладателем Кубка Туйской области. В 1940 году второе место чемпионата команда «Забой». В 1948 третье место чемпионата Туйской области заняла Товарковская команда «Шахтер». В 1955 году. Здесь такие даты будут вам интересны, если вы прочитаете это все в Википедии. Так, справа по ходу движения находится Валова, рабочий поселок в Тульской области. Население 3427 человек по данным 2017 года. История. Считается, что село Валова было основано во второй половине XVIII века. Века рядом с селом находилось давшему ему название деревня Валова озера, исток реки Неприадвы, впадающей в дон. После застройки Знаменской церкви село именовалось Знаменская, Валова, Знаменская. Так, чтобы не запутаться вообще буду молчать в этом плане. С 1926 года поселок является центром Валовского района. Статус поселка городского типа с 1970 года. В 1995 году движение по дороге на участке Куликово поля Куркино-Валова, Теплое-Горбачево, было закрыто. Пути и оборудование устройства ССБ в течение 1999-2001 годов было расхищено. Станция потеряла статус узловой. В общем, воровство, шуткая экономика. Валово, центр сельскохозяйственного района, основные предприятия района, молочный завод, инкубаторно-птицеводческая фабрика и щебеночный завод. С октября 2016 года запущен мясоперерабатывающий комплекс ООО «Половский бройлер» полного цикла мощности до 51 тысячи тонн мяса бройлеров в год. Объем инвестиций составил более 1 миллиарда рублей. По завершению реализации проекта будет создано 1315 рабочих мест. Масштаб проекта «Птицеводческий комплекс» замкнутого цикла, состоящий из 75 отдельно стоящих птичников по выращиванию бройлеров. Из них 42 птичника для содержания бройлеров. Комплекс также включает в себя войны, цех, цех, глубокой переработки, цех, производство мясокосной муки, инкубаторный и так далее, так далее, так далее. Но полный замкнутый цикл. У Волова имеются две средних школы. Детская школа, искусств, дом культуры, районная больница. Издается районная общественно-политическая газета «Время и люди» С 1997 года Волова является крайней западной точкой охранной зоны Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово-Поле. Работает Волова художественный краеведческий музей. Сохранилась Знаменская церковь. Действующая. Построена в 1822 году. Волова расположена в 77 километрах к юго-востоку от Тулы, вблизи федеральной трассы М4 Дон. Железнодорожная станция на линии Ожерелье-Елец. Вот такую информацию можете прочитать. Более подробно, значит, можно будет зайти в Википедию и проверить меня и прочитать более подробную информацию. С левой стороны, наверное, километрах 3-4 населенный пункт Дворики. Информации в Википедии практически нет. Написано, что деревня. Ну а дальше населенный пункт Турдей. Муниципальное образование Турдейское. Это сельское поселение в Воловском районе Тульской области. История образован законом Тульской области от 20 июля 2011 года в результате объединения муниципального образования Борятинское и муниципального образования Турдейское. Муниципальное образование Турдейское. По данным 2017 года население составляло 4 221 человек. Больше никакой информации я вот о Турдейском не вижу, к сожалению. Муниципальное образование включает в себя 49 населенных пунктов. Процентом нам отношения от населения 31%. Плотность 12,16 человек на квадратный километр. Площадь 347 квадратных километров. Ты помогай мне. Слева по ходу движения Борятина по северной отности деревня. Горные, но информации даже в Википедии практически никакой. Также с правой стороны казачка, глухой. Достаточно просторная территория. Ну, населенных пунктов, типа деревенек маленьких, достаточно много. По карте, смотрю, достаточно много развязок построенных. А продолжения... Продолжения у них практически нет. Просто развязки и вся. Дороги идут никуда. С правой стороны по ходу на разном удалении железнодорожная ветка. Железная дорога, вернее, станция Казачка, я уже говорил. Станция Кременный. Мало лесных массивов. С правой стороны то же самое и с левой. Впереди по ходу населенный пункт Большие Плоты. Что это такое, сейчас посмотрим. Большие Плоты. Большие Плоты. Значит, деревня, Большие Плоты. Вот эта вот музыка, она, конечно, достанет. Почти выключил. Так, Большие Плоты. Что она из себя представляет? Деревня на карте России. Ну, почти вплотную к дороге. Краткая информация о Больших Плотах. Регион Туйской области. Район. Район. Городской Ол Крок и Ефремов. Тип деревня. Дальше тут координаты. Для GPS. Автомобильный код 71. Ну, вот практически и вся информация в Википедии. А враги и слева, и справа, на разном отдалении от дороги. Редкие лесные такие массивчики. В основном... Впереди Бурелома деревня. Я катался на кровати, а потом упал. Что теперь делать будем? Здесь на попе болит и здесь. На попе болит? А зачем ты баловался? Я просто хотел. Хотел баловаться? Нет. Просто играть. На кровати? Кувыркался? Мультик тебе не нравится уже? Мультик смотрел. Играл и смотрел мультик. А так можно раз? Надо или играть, или мультик смотреть. Ну, ладно. Концерт. Впереди, но еще далековато, город Ефремов. Я к нему информацию о нем расскажу чуть позже. Значит, сообщения. Ну, по поводу аварии я, наверное, может быть, в следующей серии к этому вернусь. Я не безразличен к таким событиям. Они всегда меня здорово расстраивали. Да и расстраивают. Тем более, когда видишь, как ведут себя эти на трассе. Поэтому это болезненная тема. Я к ней еще, наверное, не раз буду обращаться. Александр Седьмой написал. На 38-39 минуте увидел свой дом. Я рад. Я рад. Вот. Так. Миша Лестерман написал. Спасибо за видео. Подскажите себе рацию машине использовали? Стационарную? Нет. За рулем был Валентин. Я всегда беру с собой радиостанцию. Ну, во-первых, это какая-то информация о трассе и для видео. Вот. Интересней. Ну, вот он. Он не любит с собой таскать вещи. Разное барахло. У меня их. Я когда еду, у меня целый чемодан этого. Чемодан на колесиках. Везешь с собой полный чемодан проводов. Разных там всего этого напихаешь. А он не любит так. Он любит налегке. В карман положил и поехал. Вот. Так что радиостанцию не использовали в этой поездке. Ну, не знаю, как заставить его пользоваться радиостанцией. Ну, надо будет в этом направлении как-то поддавливать. Так, сообщений вроде бы, комментарий пока новых не вижу. Ну, значит, впереди будет город Ефремов. Сейчас буду искать информацию об этом городе. Так, информация в Википедии о Ефремове. О городе Ефремов. Ефремов город с 1777 года в Туйской области. Административный центр муниципального образования. Со статусом городского округа. В 1727-1924 годах уездный город Ефремовского уезда Туйской губернии. 51-2006 год. Город областного подчинения. С 24 по 14 год административный центр является одним из крупных центров в сфере экономики, промышленности, транспорта, культуры, истории, туризма на территории Туйской области. Имеет статус моногорода. Город расположен на реке Красивой Мече. Приток Дона в 310 километрах к югу от Москвы и в 149 километрах от Тулы. На железнодорожной магистрали Москва-Донбасс. Станция Ефремов Московской железной дороги. История типичная для многих городов Черноземья и юго-центральной России. Появление, так, город, крепость, появление осетлого населения на территории Ефремова относится к концов 16 века. Немногочисленные охотничьи люди занимались бортничеством. Тот или иной участок лесных угодий получал наименование по личному имени или прозвищу владельца. Одним из таких участков был Ефремовский лес. В годы военно-аграрной колонизации территории Черноземья в 17 веке владельцем Ефремовского леса становится дворянин Иван Тургенев, который в 1630-х годах основал деревню Ефремовскую. По указанию царя Михаила Федоровича в 1637 году была произведена реконструкция Тульской засечной черты, в ходе которой в Ефремовской был построен дубовый острог. Крепость заселялась в основном детьми боярскими и городскими, и городовыми казаками, которые несли службу по охране рубежа и получали за это поместье в окрестностях города. Приток крестьян Ефремов поначалу носил добровольный характер. Жители города имели ряд налоговых льгот. Ефремовская крепость существовала до 1680-х годов, после чего обетшавшие бревенчатые стены были снесены. При Петре все население города, служивые люди, не являвшиеся дворянами, были переведены в разряд государственных крестьян-однодворцев. Принадлежащие им земли постепенно передавались собственность помещиков, которые заселяли их крепостными. 15 января 1731 года из местных однодворцев и казенных крестьян, потомков служивых людей, был сформирован конный ландмилицский полк украинской ландмилиции, который 21 марта 1732 года поселен в Ефремовской крепости на украинской линии. Ничего не понимаю, честно говоря. С 11 декабря 1732 года Ефремовский ландмиловский полк украинской ландмилиции 19 марта 1739 года полк вошел в состав украинского ландмилицского корпуса. Так все, не буду больше эту хрень читать. В 1777 году Ефремов включили в состав тульское наместничество, губерния. В 1781 году Ефремовский уезд был расширен за счет земель, отрезанных от Елецкого, Новосельского, Донковского и Елефанского уезда. Торгово-промышленный центр. В 1874 году через Ефремов прошла железная дорога Тула-Елецк. Изначально планировалось, что дорога дойдет до Воронежа, однако этого так и не произошло. Это оживило зерновую торговлю и способствовало развитию в городе перерабатывающих производств букомольного и винокуренного. Иные виды промышленной деятельности в таких городе не развивались. Ефремовский уезд оставался нищей аграрной глубинкой. Зерновая торговля в Ефремове сильно пострадала после появления в 1890 году у лежащих к востоку от Лебедяне, Раненбурга и Данкова собственного железнодорожного сообщения. Город упоминается в рассказах Бунина, Тургенева, Толстого, Повстовского. Перепись населения 1897 года насчитывала в Ефремове 9038 человек. В 1861 году было 10,5 тысяч. Более трети из которых были крестьянами. Из 1221 жилого дома в городе три четверти были деревянными. На небольших предприятиях в городе и уезде работали 892 человека. В среднем по 15 человек на заводе. В том же 1897 году было заложено здание духовного училища. на территории бывшего Ефремовского уезда до сих пор проживает отдельная этнографическая группа русских новосильских казаков, подтверждается исследованиями, проведенными в начале 20 века известным профессором лингвистой Будде. Ефремовское уездно-земское собрание. В конце 19 века в начале 20 века в России стало развиваться местное самоуправление. И город Ефремов тоже был не исключением. В 1864 году создается Ефремовское уездно-земское собрание. Одним из первых решений, принятых уездным земским собранием, это ходатайство о строительстве железной дороги от города Яйца до соединения ее с Орлово-Тульской железной дорогой. В последние годы существования Ефремовского уезда земского собрания большой вклад в развитие сделали Арсеньев князь Лобановский Ростовский Аболенский Шаховской В связи с Октябрьской революцией в 17-го года Ефремовское уездно-земское собрание прекратило свое существование. Советская индустриализация В 18-м году в Ефремовском уезде была установлена советская власть. После установления советской власти Ефремов стал опорным пунктом хлебозаготовок для снабжения продовольствием рабочих Тулы. Попытки проведения продразвертки в уезде саботировались саботировались местными властями, поскольку нищий уезд сам остро нуждался в зерне. Во время крестьянского восстания 19-го года местный гарнизон отказался подавлять его и был заменен отрядом из Тулы. Экономика города пришла в упадок. К 1926 году в Ефремове жило 10 тысяч человек, на треть меньше, чем в 14-м. Пищевая промышленность города частично жила в годы НЭПа, но не могла развиваться из-за дефицита сырья ввиду крайней нищеты и аграрного перенаселения сельского хозяйства. Ввиду крайней нищеты и аграрного перенаселения сельское хозяйство стало полу натуральным. Треть хозяйств не имела лошадей. После коллективизации основной отраслью промышленности города стала переработка картофеля и зерна в этиловый спирт. В 1933 году в Ефремове был запущен завод синтетического ковчика. Первые десятилетия работавшей на этиловом спирте для снабжения завода энергоэлектроэнергии была построена Ефремовская ТЭЦ. В период Великой Отечественной войны с 3 по 13 ноября 1941 года в ходе бою в районе теплого немецкий 53-й армейский корпус при поддержке танковой бригады Эберы Паха отбросил советские войска обратно к Ефремову захватив при этом более 3000 пленных и значительного количества орудий. 20 ноября 1941 года 18-я танковая дивизия после упорных уличных боев заняла город Ефремов и выдерживала его несмотря на контратаки советских войск. Освобожден город 13 декабря 1941 года в ходе Елецкой операции частями 283-й стрелковой дивизии командир полковник Нечаев и 6-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Петров. Заканчивается серия поэтому дальше про Ефремов читать. Заканчиваю но по всей вероятности в следующей серии продолжу размещать читать информацию из Википедии об этом замечательном городе. С правой стороны железная дорога. Ну а я на этом заканчиваю. Комментировать до следующей серии. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова